МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите итоговый выпуск новостей ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пистолет, автомат и нож разведчика. Зачем министры областного правительства взяли в руки оружие? Зарегистрировано 145 фактов ДТП с участием детей, в которых 3 человека погибло и 150 получили различные травмы. Сказочные герои вместо инспекторов. Как борются с детским травматизмом на дорогах Новосибирска? В основном, конечно, нужно ограничивать резко кондитерские изделия, все, что связано с большим содержанием сахара, животного жира. Хочешь похудеть? Спроси меня, как. Несколько простых методов борьбы с лишними килограммами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К бою готовы. Сегодня министры областного правительства взяли в руки оружие. Стреляли из автомата Калашникова, пистолета Макарова и автоматического гранатомета. Зачем чиновники вышли на тропу войны, расскажет Сергей Толмачев. Нет, нет, нет. Цели сегодня поражают все министры областного правительства. Эти сборы помогают не только вспомнить навыки обращения с оружием. Если завтра война, на военное положение перейдут все подразделения власти. Как-то быть более во взаимодействии, в слаженном взаимодействии во время, не в учениях, когда, не дай бог, придется работать в реальном времени. Вот важно, чтобы это понимание взаимодействия между органами власти и воинскими соединениями, между промышленными предприятиями было более конструктивно и более работающе, без всяких сбоев. Сегодня огневая подготовка. До этого была политическая. Поговорили о ситуации на Ближнем Востоке и все остальные в этом же вроде. Как спортивный департамент, не подкачал? Да нет, неплохо, кстати. И пострелялась хорошо достаточно, особенно из пистолета Макарова. Автоматический гранатомет АГС-17 способен поразить танк на расстоянии в полтора километра. Пистолет Макарова живую цель на полусотни метров. Чиновники сегодня тренируются на разных мишенях. Главное испытание – стрельба из АК-74. Чтобы получить оценку «Отлично», нужно выбить 95 баллов, то есть минимум в 10 раз поразить яблочко. Здесь же на полигоне выставка современного оружия, не только огнестрельного. Внутри ножа разведчика поместятся и компас, и гарпун для рыбы, и другие предметы, без которых не выжить одному в глухой тайге или пустыне. Набираешь литр воды, кидаешь две таблеточки, и через 40 минут эту воду можно употреблять. Из болота можно воду брать? Да, совершенно верно, лучше из болота. А еще новейшие автоматы и снайперские винтовки, прицелы для которых, кстати, делают в Новосибирске. И крепкая броня. Это боевая машина «Тигр», которая постепенно вытесняет из российской армии всем привычные БТРы. Ее броня выдерживает прямое попадание из автомата «Калашникова» с расстояния 10 метров. Днище может выдержать противопехотную мину. Здесь вмещается 7 человек, то есть отделение. А через люк можно вывести любое огнестрельное оружие, в том числе крупнокалиберный пулемет. Сегодня лучшие в боевой подготовке министры получают награды, а уже завтра они разойдутся по кабинетам. У каждого хватает гражданских дел. Правительство Новосибирской области готово к труду и обороне. Сергей Толмачев, Евгений Агеев. Новости ОТС. В Убинском районе продолжают гореть торфяники. За первую половину октября возгорание зафиксировали на площади более 2000 гектаров. Сейчас, по данным регионального МЧС, с огнем борются 65 специалистов, задействованы 25 единиц техники. По словам местных жителей, ситуация с пожарами в Убинском районе традиционная. Задымление происходит как минимум раз в год. В сушении участвуют не только профессионалы, но и добровольцы, и сотрудники лесничества. Из-за дыма несколько человек уже обратились к медикам с жалобами на ухудшение здоровья. Избушка Бабы Яги, волшебный лес и поляна 12 месяцев. В Новосибирской области появится туристический комплекс «Резиденция Деда Мороза». Сейчас начали работать над проектами и уже через год планируют встретить первых туристов. О том, что там можно будет увидеть и какие сюрпризы ждут детей и взрослых, расскажет Ксения Бородкина. В Маслянинский район здесь уже 10 лет успешно работает туристический комплекс «Юрманка». Желающих покататься на местных горках много, но на этом местные власти решили не останавливаться в планах строительства губернского парка туризма, спорта и отдыха «Салаир Олимпик». Мы заявляемся и говорим, что у нас будет еще один комплекс «Салаир Олимпик», гора Скакуша, это в Березово. Сегодня мы первые шаги сделали, мы сегодня перевели землю, мы сегодня провели туда электричество, сегодня мы провели туда технологическую дорогу. Сегодня мы отрабатываем такой вариант, который позволил бы нам не только горно-лыжный комплекс поставить, а привлечь федеральные средства и построить там лыжный комплекс, биатлонный комплекс, трамплин, лыжно-роллерную трассу. Главным его отличием от уже действующего станет комплекс развлечений, причем не только спортивных и оздоровительных, но и просветительских. По плану построить завод по переработке молока, затем, как молоко превращается в йогурт, творог или сыр, можно будет наблюдать всем желающим. Ну и, конечно, главной достопримечательностью комплекса «Салаир Олимпик» станет резиденция Деда Мороза. Уже создан проект «Дома главного зимнего волшебника». Мы уже подготовили концепции, это наши специалисты, в ближайшие дни мы, я думаю, соберем актив Масленского района, и мы окончательно обсудим, это, естественно, должно быть, и здесь мы должны продумать легенда, легенда, почему и здесь появился, это тоже, в общем-то, вопрос непростой, но я думаю, что у нас это все получится. Все строения из дерева выполнены в русском стиле. Будет и избушка на курьих ножках, и терем снегурочки, и дуб Пушкина с котом-ученым, и поляна 12 месяцев. Общие затраты на проект порядка 10 миллионов рублей. Планируют привлечь деньги частных инвесторов. По плану уже через год. Первая очередь строительства будет готова. И туристы смогут увидеть сибирскую новогоднюю сказку. Ксения Бородкина, Олег Сурков, Новости ОТС. Фермеры, врачи, учителя и работники культуры. Тружениц села сегодня поздравили в Новосибирске. Празднование прошло в преддверии Международного дня сельских женщин. Какой вклад в развитие региона вносят представительницы прекрасного пола в сюжете наших корреспондентов. День Валентины Бурцевой начинается в 6.30 утра и заканчивается за полночи. Неважно, будни это или выходные. Надо и дом в порядке держать, и огород, и обучать творчеству пять коллективов в районном Доме культуры. Рукоделие и пение ее отдушина. Я у рябинушки спросила, зачем сердечушка так бьется? Признается, жить в селе трудно, но в город ни за что бы не уехала. Подышать свежим воздухом, полюбоваться на звезды, на закат, на восход. Это так красиво, это так превосходно. И когда выйдешь, даже когда прихворнешь маленько, подышишь свежим воздухом. И кажется, в тебя сила какая-то выливается и охота жить. Чтобы напомнить, насколько ценен и сложен труд в деревнях, в ООН в 2007 году утвердили Международный день сельских женщин. Ежегодно его отмечают и в Новосибирской области. Мы хотим сегодня почествовать, мы хотим отметить именно тех женщин, которые не только трудятся, не только воспитывают детей, но и свою душу и сердцу отдают своему селу. Шестой год праздник «Селянка» собирает жительниц разных уголков области. Маргарита Ульяновна приехала на праздник из Венгеровского района. Всю жизнь прожила в селе, работала в школе, теперь помогает ветеранам. Только что прошла декада пожилых людей, декада, где мы ездили с концертами, поздравляли и в клубах, и ходили по домам ветеранов. Старались до каждого дойти и каждому подарить свое тепло, внимание и заботу о них. Работницы культуры, образования, сельского хозяйства и социальной сферы, женщины, благодаря которым развиваются сельские территории. Сегодня в преддверии праздника их поздравили в Новосибирске. Мы сегодня говорим о той миссии нашей сегодня в жизни области, в развитии экономики, в создании новых точек роста. Но глубоко убежден, что эти точки роста тогда заработают, более эффективно, когда вот эта миссия женской доли, быть хранителем своего домашнего чага, будет в полной мере реализовываться. Сегодня деревенские женщины составляют больше четверти населения планеты. По неофициальным данным в России в 2014 году каждый второй руководитель сельского предприятия – женщина. Благодаря их труду, в том числе на прилавках магазинов, каждый день появляется мясо, молоко, хлеб. Елена Мирошниченко, Дмитрий Злобин, Яна Рагуля, Артем Медведев. Новости ОТС. К другим темам. Ожирение, эпидемия 21 века. Научно-практическая конференция с таким названием сегодня прошла в Новосибирске. Медики из разных регионов страны обсудили новые подходы к диагностике, профилактике и реабилитации. Разобрали клинические случаи и поделились своим опытом. Насколько остро проблема стоит в нашем регионе и как с ней справляются, узнали мои коллеги. Эта фотография висит у Елены на холодильнике. На нее она смотрит, чтобы не сорваться. Скинула почти 30 килограммов. Была 102. Отмечает. Разница колоссальная. Пол моешь, когда элементарно. Раньше мыло, тяжело, наклоняется. Сейчас взяла, вымыл. Потом у меня, я очень люблю огород, дача. У меня дача. Я люблю на нем работать. Но когда вы с лишним весом, покопайте его там. Я нынче полола грядки с таким удовольствием. Потому что это было очень легко. Скидывала вес под контролем специалистов. В Центре клинической диетологии коррекции веса. Объявление о бесплатном приеме увидела на подъезде. Работа шла не только с диетологом. Психолог научил любить себя. В Центре есть еще эндокринологи, специалисты ПЛФК. За два года работы сюда обратились несколько тысяч человек. Есть среди них и врачи, которые опробовали на себе методику. Скорее, с научной точки зрения. У меня в том числе было некое количество лишних килограммов. Я собрал бригаду единомышленников среди врачей. Мы провели консультирование, обследование в диетологическом центре на протяжении трех месяцев. Мы, может быть, не все методы исследования, но биоимпедансиметрию мы проводили регулярно для того, чтобы видеть сами результаты, которые мы получаем. Виктор Дробышев своим опытом сегодня поделился с коллегами. На научно-практическую конференцию врачи приехали со всей страны. Ожирение называют эпидемией 21 века. Сегодня ожирение – это не косметический дефект. Это болезнь, очень серьезная болезнь, которая несет за собой самые-самые серьезные кардиоваскулярные и метаболические риски. В 75% случаев основная причина ожирения – неправильное питание. Новосибирск из общей картины не выбивается. Чаще женщины, но тем не менее, когда проблема, например, веса и ожирение, особенно у больных с сахарным диабетом, достигает пика, к сожалению, пика, а не с самого начала, то мужчин оказывается даже больше в той эпидемиологии, статистике, которую мы ведем. Чтобы мотивировать пациентов, врачи решили начинать с себя, стать примером и убедить, что придя в магазин, человек должен вспомнить не рекламу, а рекомендации врача. В основном, конечно, нужно ограничивать резко кондитерские изделия, вот все, что связано с большим содержанием сахара, животного жира, вот такие продукты. Следить за диетой легко, если есть цель, говорит Ирина. Рассказывает, на групповых занятиях девушки признавались – худеют, чтобы выйти замуж, родить ребенка, сама же ради здоровья. За год потеряла 12 килограммов, не изнуряя себя диетами. И теперь знает много секретов, например, как 100 граммов конфет может хватить на месяц. Берешь одну маленькую конфетку, режешь ее на 25 частей, ну как можно мельче, и потихонечку каждую часть ты с чайком пьешь, и через 20 минут только мозг у тебя доходит, что ты кушаешь сладкое. И вот мозгу все равно, сколько ты за это время съешь – одну конфетку, либо килограмм. Так что гречка, овощи на пару и одна конфета для праздничного обеда в воскресенье. 16 октября – Всемирный день здорового питания. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Проучены дополнительные специалисты Центра СПИДа. Несколько лекций, несколько часов проводили тренинги. Мне кажется, что характер Тристана и Изольды очень близок к русскому человеку. Через подсечку скрутка и колено добавляем. Срочно нужно ехать? Или поездка уже запланирована? Звони 355-10-10 или скачай приложение Гранд Авто. Вызывай в один клик. Добирайся быстро в любую точку города. Плати наличными или картой. Доступно в App Store и Google Play. Телеканал ОТС и радио «Слово» представляют. Начни карьеру на ТВ. Экспресс-курс «Медиа-менеджер». Учеба с перспективой работы на телевидении. Два дня полного погружения. Теория и практика. Подробности на сайте ots-tv.ru. Используй свой шанс. Запись по телефону 212-69-29. Должны были переехать, но, увы, некуда. 16 человек распаковали чемоданы. Почему купинские сироты остались без жилья? Наш корреспондент Александр Куршев в течение года ведет собственное расследование. Сейчас вскрылись новые факты. По телефону он готов рассказать подробности. Александр, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Иван. Второй день наша съемочная группа работает в городе Купино. Главный герой сюжета – это сироты, которые не смогли получить положенные им по закону квартиры, даже тогда, когда на это были выделены деньги, и не маленькие. Из бюджета области было выделено порядка 27 миллионов рублей. 16 выпускников из детских домов должны были 1 сентября 2016 года с праздником Василия в новом кирпичном доме. Сироты в своих интервью рассказывают, что долго ждали этого события, однако праздника не получилось. Подрядчик, который выполнял в правительство дома, после получения денег бросил объект и сегодня не выходит на связь с заказчиком. Заказчиком в данном случае выступает администрация Купинского района. Также некоторые сироты считают виновными в том, что они получили квартиры, и бывшее руководство соц.опеки. В личных делах некоторых сирот исчезли важные документы для получения квартир. Добавлю, что сегодня на очереди в получении жилья в Купинском районе состоит больше 50 детей-сирот. Но более подробно об этом уже в следующих выпусках. Спасибо. По телефону Искупина наш корреспондент Александр Куршев. К другим темам. Пешеходы идут, автобусы шагают. Новосибирск присоединился к всероссийской акции. В Калининском районе инспекторы ГИБДД вместе с детьми и родителями изучили самый безопасный маршрут от дома до школы. Тему продолжит Анастасия Бойко. Три десятка человек во главе с инспектором и нарисованным автобусом на картоне. Это для привлечения внимания водителей. Только в этом районе за минувшие 9 месяцев зафиксировали 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. В целом по Новосибирску статистика еще хуже. Зарегистрировано 145 фактов ГТП с участием детей, в которых 3 человека погибло и 150 получили различные травмы. Каждый шаг под пристальным контролем. Налево нельзя, направо машины. Куда идти, подсказывают дети. Здесь пойдем. Здесь. А здесь? Здесь ближе. Там нельзя, там машины. Правильно, ребят. Только школьный тротуар. Сейчас показательное движение. Инспекторы рядом, подсказывают. Нередки случаи, когда и малыши, и взрослые правила нарушают. Идут по проезжей части. Не все родители, наверное, уделяют должное внимание безопасности своих детей. Дети не знают, элементарно смотрели, что дети под машины выбегают. Поэтому на благо наших детей. Большое вам спасибо. Всем, кто в этом принял участие. Чем доступнее расскажешь, тем лучше запомнят. Чем нагляднее покажешь, тем больше шансов повлиять на маленьких пешеходов. Знак квадратный, синего цвета, пешеход черного цвета, изображен в белом треугольном виде. Баба-Яга, Кощей и Добрый Молодец. Известных персонажей сказок специально адаптировали к мультикам о правилах дорожного движения. Дети получают информацию нужную, прислушиваются. Правила движения живет очень важно и безопасно. Сегодня шагающий автобус отправился в депо. Уже завтра его ждут в другом районе и другой школе. Чтобы все дети знали, как правильно вести себя на дороге и невредимыми возвращались из школы домой. Стройка космодрома Восточный, атомные станции в Екатеринбурге, объекты в Санкт-Петербурге, Норильске и Озерске. Сегодня строительные студенческие отряды Новосибирской области завершили свой трудовой семестр. Сотни молодых людей работали по всей стране. О романтике летних путешествий новосибирских студентов в нашем следующем сюжете. В большом зале правительства яблоку негде упасть. Ребята из студенческих отрядов университетов области закончили свой сезон. Больше трехсот юношей и девушек провели лето на главных стройках страны. Константин Рыбаков в этом году поступил на первый курс магистратуры Аграрного университета. До сентября он четыре месяца работал в Норильске на зональной стройке. В стройотряд вступил четыре года назад. Сейчас командир отряда. Прежде всего учат это руководить ребятами, отрядом. Также это сплочение коллектива и на самом деле это заряд эмоций, романтики. Сейчас региональный штаб стройотрядов насчитывает больше трех тысяч семисот студентов. С каждым годом количество участников растет. Их знают, их ждут. Ребята работают по десяткам направлений. Помогают в больницах, на железной дороге, в детских учреждениях. Проводят спортивные мероприятия. Одна из самых известных акций – снежный десант. Студенты отправляются в отдаленные села области и помогают пожилым по хозяйству, отличившимся ребятам. Сегодня губернатор вручил благодарственные письма и подарки. Среди них и Константин Рыбаков. Он стал лучшим командиром отряда. Вы приходите по своей воле души, уважительного отношения к пожилым людям. Приходите чем-то оказать, помочь, оказать помощь. Заготовки дров, уборки там приусадебного участка. И все это крупицы, но поверьте, они так важны. Они важны людям, пожилым людям, которым нужна наша поддержка. Но я думаю, что это нужно и вам. В этом году Новосибирск примет всероссийский слез студенческих отрядов. Столица области соберет больше двух тысяч лучших представителей студенческой молодежи страны. Борис Киргенегов, Олег Сурков. Новости ОТС. Сегодня в Новосибирске открылась новая площадка приема ВИЧ-позитивных пациентов. Так называют носители вируса. Там будет больше врачей. Предусмотрено распределение потоков для больных разных категорий. Да и сама площадь отделения на базе первой инфекционной больницы в три раза больше, чем было в центре по борьбе со СПИДом на улице Широкой. Первые пациенты придут на прием в понедельник. Мои коллеги побывали сегодня. Это кабинет педиатра. Вот так он выглядит. Пожалуйста, можете посмотреть. Работа начнется только в понедельник. Сегодня экскурсия для журналистов. Показывает новую площадку амбулаторно-поликлинического приема ВИЧ-позитивных пациентов. Раньше их принимали на улице Широкой. Без проблем не обходились. Возникали вопросы по тому, что потоки пересекались. Пациентам, которым надо было получить лекарственную терапию, пациентам, которым надо было получить консультацию у врача, о котором надо было пройти диспансерные наблюдения и получить консультацию в рамках диспансерного наблюдения. И, к сожалению, на площади чуть менее 200 квадратных метров, но при любой маршрутизации и оптимизации решить этот вопрос было невозможно. Потому объясняют и приняли решение объединить лечебные учреждения, СПИД-центры и инфекционную больницу. Теперь пациентов будут принимать на площади, которая в три раза больше. Потоки больных разделят. Отдельно те, кому необходима консультация, отдельно за медикаментами. Есть и специальный вход для родителей с детьми. Для жителей иностранных государств единое окно на улице Есенина. Вдвое увеличили количество врачей. Проучены дополнительные специалисты Центра СПИДа. Несколько лекций, несколько часов проводили тренинги с врачами-инфекционистами. Более того, у нас в ноябре будет выездной цикл из Федерального центра Московского, Федерального центра под руководством Покровского, где будут специалисты Московского центра СПИД проводить тоже тренинг для врачей-специалистов. В Министерстве здравоохранения уверены, это должно кардинально изменить ситуацию. Одобряют новоселье и пациенты. Подсчитали, раньше ВИЧ-центр вмещал до 270 пациентов в день. Новое отделение будет принимать около 600. По статистике у нас сейчас 31 тысяча. По нормативам Всемирной организации здравоохранения на 1 тысяча человек один лечащий доктор. Ну вот и давайте посчитаем. То есть 30 докторов, но у нас в наличии сейчас есть 12. Это уже радует за место пяти, которые были раньше. Будет ли этого достаточно, покажет время. Диагноз ВИЧ-инфекция в регионе ставят все чаще. Наталья Цойпина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Другим темам. На сцене Новосибирского театра музыкальной комедии сегодня прошел показ французского фолк-рок-мюзикла Тристана Изольда. Главной роли в нем играют мировые звезды Роберто Тиранти и Шиабан Оуэн. Тему продолжит Алексей Кузьмин. Французский композитор, режиссер и актер Алан Симон путешествует по России 15 лет. Его мюзиклы популярны во всем мире. В постановке Тристана и Изольда автор объединил симфонические оркестры рок-группу, ирландские танцы и классический балет. На протяжении всего действия звучат непривычные для сибиряков инструменты кельтская арфа и волынка. Эксперимент «Конек Алана». Мне кажется, что характер Тристана и Изольды очень близок к русскому человеку. Он не какой-то неопределенный, а он очень романтичный и в то же время очень жесткий. Поэтому, мне кажется, ложится на душу публики и вызывает такой успех. Премьера мюзикла в Новосибирске состоялась в феврале 2015 года. Тристана и Изольда получил приз зрительских симпатий как лучшее музыкальное событие. Для артистов в мускомедии постановка стала испытанием. В некоторых моментах было сложно перестроиться с фолка на рок. Зарубежные коллеги помогли преодолеть трудности. Мне очень нравится, как работают в России. Я согласна с Роберто, что русские компании показывают очень высокий уровень квалификации, очень высокий уровень постановок. Нам это очень нравится. Собрать такой проект в Европе в четыре раза дороже, чем в России. Следующая постановка Алана Симона «Биг Бэнк. Большой взрыв» с 3D-изображением зарождения вселенной под музыкальное сопровождение и танцы. Новинку композитор планирует привезти в Новосибирск. Алексей Кузьмин, Алексей Погудин. Новости ОТС. Из Владивостока в Сибирь и далее в Европу. Мировая звезда этнической музыки Перукуа посетила Россию с гастрольным туром и дала концерт в Новосибирске. Поклонники говорят, что ее голос способен останавливать время. На выступление певицы побывала Жанна Манцарова. Желающих услышать волшебный голос австралийской певицы больше, чем мест. Зрительный зал переполнен. Все билеты были проданы еще на прошлой неделе. Поклонники не только из Новосибирска. Приехали барнаульцы, кемеровчане. Для меня это очередная чудесная встреча, на которой я знаю, что будет происходить волшебство. Это невероятная вселенская женщина, которая раскрыла мои таланты. Перукуа приезжает в Новосибирск с концертом второй раз. Сейчас специально нашла время, чтобы познакомиться с мегаполистом поближе. Новосибирск для меня – это очень мощный центр в России. Есть много креативной энергии, очень много собирается энергии. Перукуа – обладательница уникального вокала, давно стала легендой среди любителей этнической музыки. Она известна как голос Матери-Земли, голос Богини. Говорят, что ее пение исцеляет. В прошлом Перукуа была известной в Австралии джазовой певицей, собирала огромные залы. Но встреча с шаманом и 11 лет жизни с ним изменили мировосприятие. Отказавшись от славы, поклонников и привычного образа жизни, она уехала в Мексику. Я трансформировала все, что было со мной городского, в эту музыку. Училась, как слушать естественность и природу. Перукуа поет в необычном жанре – вокальная йога, основанной на дыхательной и звуковой практике. Автором методики она и является. Аккомпанировали заокеанской звезде наши местные музыканты. И блестяще справились с задачей. Мне нравится, как она поет. У нее хорошо сделан звук. Это такой образец, которого нельзя пропускать. Такая потрясающая женщина, вот эта женская энергетика, настолько она наполняет. В концерте были как известные хиты, так и новые песни, записанные недавно в Лос-Анджелесе. Более динамичные и современные. Перукуа говорит «Я люблю удивлять поклонников». И когда я пела джаз, что-то стало меняться во мне, я поняла, что с этой силой я могу что-то дать этому миру. Концерт закончился. Из зала все выходили с просветленными лицами. Кто-то плакал, кто-то танцевал во время концерта. Но никто не остался равнодушным. Жанна Мансурова, Дмитрий Злобин, Алексей Зубила. Новости ОТС. В конце октября лучшие бойцы России и Монголии встретятся на ринге в рамках Международного кубка дружбы по различным видам единоборств. Соревнования приурочены к 95-летию дипломатических отношений между двумя странами. В сражениях боксеров, дзюдоистов и кикбоксеров будут участвовать и новосибирские спортсмены. Рассказ об одном из них в сюжете Константина Бухтатова. Для Игоря Петрова предстоящее российско-монгольское противостояние станет главным в нынешнем году. Уроженец Кузбасса, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и многократный чемпион России по тайскому боксу готовится к этому выставочному турниру в уже родном Новосибирске. До этого был подготовительный этап в Кемерове. Ожидание? Ну, сейчас готовимся. У меня был большой перерыв, как бы я сейчас голоден. У меня огромное желание опять вернуться в ринг, в большой спорт и доказать всем, что я лучший. Два месяца ежедневных тренировок – это еще не вся подготовка. Игорь тренирует и начинающих, и уже опытных боксеров. Через подсечку скрутка и колено добавляем. Так же в эту сторону. Сюда. Через ножку делаем подсечку и колено добавляем. Игорь отмечает, помимо стандартных тренировочных элементов, каждый раз пытается показать своим ученикам что-то новое. Совмещать это все возможно, как бы без проблем. Все успеваю. Что больше нравится? Самому заниматься? Ну, как бы тут сложно сказать, что больше нравится. От того и от того получаешь огромное удовольствие. Один из тренирующихся – Станислав Абин. Тоже опытный боец, уверяет – спарринги с Игорем помогают расти. Готовимся. Очень полезный обмен опытом. Очень опытный спортсмен. Будем обязательно болеть за него. Новосибирск принимает Кубок Дружбы уже не первый год и выставляет на него целый ряд успешных бойцов. 29 октября исключением не станет. Делаем хороших спортсменов и вкладываем в них очень много сил, работы с ними. И они выступают достаточно хорошо на чемпионатах России, на таком международном уровне. И как бы к нам смело обращаются. И мы предоставляем только самых лучших спортсменов на этот турнир. Потому что новосибирцы хотят видеть новосибирских спортсменов. Они хотят прийти и болеть за своих граждан, за своих друзей, братьев. Это им ближе будет, чем люди, которые приедут незнакомые. Болеть за незнакомого не так интересно. В одном из следующих сюжетов мы расскажем про еще одного новосибирца – Романа Казанцева. Он представит Новосибирск на соревнованиях кикбоксеров. Константин Бухтатов, Алексей Погодин. Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. Хороших вам выходных и до встречи. Субъектам малого и среднего предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 3 миллионов рублей по ставке не более 10% годовых. Здравствуйте. В ближайшие дни по территории Новосибирской области пройдет небольшой циклон с осадками. Температура воздуха существенно не изменится. 15 октября по прогнозу западно-сибирского метеоагентства в Новосибирске ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер южный 27 метров в секунду порывет до 12. Улажность 94%. Температура ночью минус 1, минус 3. Днем плюс 1, 3. В последующие 2 суток временами возможен небольшой снег. Температура воздуха в воскресенье и понедельник днем 0, плюс 2. На этом о погоде все. А я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...